Здравствуйте, чем вам помочь? Да вот хотим ребенка собрать в школу и не знаем, с чего начать. Можете сначала начинать. У нас для избранного искусства альбомы, краски, кисти, ломастеры, карандаши. Несмотря на то, что до начала учебного года остался месяц, родители второклассника Святослава уже сегодня начали закупать канцелярские принадлежности. Мальчик в этом процессе принимает активное участие. Мне понравился порфель, тетрадка и фломастеры. Дети разглядывают яркие картинки на рюкзаках и тетрадках, родители смотрят на ценники. И если красочный товар и его изобилие радуют, то цены заставляют задуматься, а сколько в этом году придется отдать за карандаши, ручки, альбомы и фломастеры. Ну мы планируем где-то в порядках от 7 до 10 тысяч, это на одного ребенка. Ну конечно цены выросли, я смотрю в магазинах даже, цены подросли прям, не знаю как, уложимся мы в эту сумму или нет. В эту сумму входит, скажем так, портфель, естественно, потом ручки, карандаши, фломастеры, ну все, что нужно для второго класса. Пока у стеллажей с канцтоварами ажиотажа нет. Массовые закупки начнутся в конце августа, говорят продавцы. Возвращаются из отпусков, начинают посмотреть, перебирать, что не хватает, что-то осталось с прошлого года. Ажиотаж пока еще нет, потому что все-таки больше к концу августа, в начале сентября, когда детки уже начинают собираться в школе, их собирают классные руководители, какие-то требования выдвигают, какие-то пожелания по приобретению товаров. Специалисты Самары Стат на сегодняшний день располагают данными об изменении цен на школьные принадлежности за июнь 2022 года. Но уже сейчас понятно, что подготовка к школе обойдется дороже, чем в 2021. Наибольший рост цен наблюдается на ручке, карандаши, школьной тетради, альбомы для рисования от 19 до 35%. Рюкзаки подорожали в среднем на 17%. Больше придется заплатить за одежду и обувь. Покупка одежды обойдется родителям в среднем на 10% дороже, а вот обувь на 14% дороже. Исходя из опыта перевода всех учащихся на дистанционное обучение, стало заметно, что наличие ноутбука, планшета или моноблока – это необходимо школьникам любых классов. А вот их стоимость выросла в среднем по сравнению с июнем 2021 года на 15%. Чтобы снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет, специалисты советуют заблаговременно приобретать школьные принадлежности к новому учебному году. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.